В этом мире энергии, которые делают человека сильным, успешным, они совершенно потрясающим образом незаметно для нас существуют, и они существуют не так, как мы думаем. Вот, например, есть такая тема, которую все хорошо знают. Эта тема называется «Уважение к старшим». И часто люди думают, что «Уважение к старшим» означает, что вот есть старший, он такой хороший весь, такой классный человек, и я его уважаю. Нет? Немножко другая тема. «Уважение к старшим» означает, что есть люди, которые дают тебе благо в жизни. Например, правитель страны, твой директор, где ты работаешь, ты же зарплату от него получаешь, это благо, он тебя кормит. А ты кушаешь на его вот деньги. То же самое, как бы, как определить, хороший правитель или нет. Войны нету, значит, хороший. Войны нет, значит, хороший. Понимаете, о чем я говорю или нет? Потому что самое страшное на Земле – это война. И если страна без войны живет много лет, значит, хороший. Все. Это критерий. Но я даже не об этом. Я сейчас не об этом. Есть две категории людей. Всего две категории людей с точки зрения социального развития. Одна категория людей развивается, потому что очень много и тяжело работает. Вот, допустим, человек тяжело работает, и постепенно у него профессионализм повышается, повышается, и в какой-то момент ему говорят, ну ладно, будешь мастером. А он уже работал 20 лет, допустим. Через 20 лет он повышает свой статус в обществе, естественно. Первая категория людей, которые всю жизнь упахиваются и живут очень тяжело, мучаются, еле-еле выживают. Вторая категория людей. Я не знаю, это естественно, природно, или человек догадался, я не знаю, почему так произошло, но есть такая категория людей, которые учатся у старших видеть хорошее. Это называется уважать старших. Ну, то есть, что вот в этом человеке хорошее, почему он директор завода, почему он возглавляет страной, там, почему, вот, ну, почему этот человек, ну, почему, что в нем хорошего? Учиться видеть хорошее, плохое видно сразу. Нам не надо нас этому воспитывать, мы все видим плохое сразу. Учиться видеть хорошее. Вот смотрите, я вам сейчас буду говорить вещи, которые очень трудно понять, но они есть. Вот, допустим, я очень сильно уважаю правительство нашей страны, допустим, да? И кто-то хочет, допустим, ну, хитрым способом меня дискредитировать, засадить в тюрьму, допустим. Мое уважение к старшим полностью нейтрализует это его желание. Знаете, как это работает? Вот у всех людей, которые связаны с властью, у них есть только один индикатор, который указывает, дамать команду фас или нет. Только один индикатор. Знаете, как этот индикатор называется? Уважение к старшим. Если ты уважаешь власть, если ты хорошо относишься к тем, кто управляет страной, никто никогда на тебя команду фас не сделает. Потому что видно по глазам человека, от него исходит эта сила, что он свой, а не чужой. Это то же самое, знаете, везде даже у насекомых это действует. Знаете, что у пчел там тоже есть такая система, свой, чужой. У муравьев есть такая система, свой, чужой. И не надо здесь сильно как бы там досье муравья разбирать, понимаете? По фейсу все видно. Вот эти охранники, как бы муравьи, пчелы, они как бы четко знают, кто свой, кто чужой, по настроению. А настроение не скопируешь, никак не изменишь. Оно вот какое есть, такое есть. Поэтому человек, который уважает старших, он в этой стране всегда будет чувствовать себя хорошо. Знаете, этот обведок сравнивается с тем, как время относится к тому, кто уважает старших, кто не уважает. Кто уважает старших, время берет его за шкирку, как кошка-котенка. Вот кошка берет котенка за шкирку, иногда нас власти берут за шкирку. Но при этом ты пострадаешь от этого или нет? Когда кошка-котенка берет за шкирку и несет куда-то, котенок пострадает? Нет. Но всегда знайте, что есть другой вариант. Кошка может не только котенка за шкирку взять, а также мышку. Вот когда человек не уважает старших, он попадает в эту ситуацию, пока армия по суде положено, допустим, с властями трудность какая-то, тогда он не как кошка-котенка, а как кошка-мышку попадет. А там всегда верная смерть. Понимаете, если кошка взяла мышку, тогда мышка погибает. А если кошка взяла котенка, она его еще дополнительную защиту даст. Понимаете, о чем речь или нет? Так вот, знайте, что мало того, что человек, когда учится уважать старших, он обретает определенную силу очень быстро повышаться по социальной лесенке. Ему не надо упахиваться, чтобы стать мастером. Это уважение к старшим в его глазах нарисовано. И всегда старшие будут этого человека продвигать немедленно вверх и вверх. Потому что таких людей очень и очень мало на этой земле. В основном люди не способны уважать старших. Но если человек уважает старших, ему развиваться социально несложно. Поверьте мне, несложно. Единственная сложность заключается в нашем бунте. Когда мы бунтуем, мы бунтари по сердцу, то система отторгает нас. Мы отторгнутыми становимся. И это участь всех диссидентов там, и всех вот этих вот, которые говорят, что плохая страна, там все. У них есть один корень внутри, одна гниль, один, как бы, червоточинка есть в неуважении к старшим. И эта червоточинка разрушает их судьбу. Незаметно для них самих. Вот эта история, допустим, Петр Первый Менщиков. Кто такой Менщиков был? Это просто был пацан неграмотный, ободранный с улицы. В нем было только одно качество хорошее в этом Менщикове. Только одно качество. Он очень верил в старших. И он, Петр Первый, увидел вот эту веру в глазах. И он его сразу другом своим сделал, приблизил. Они дружили с ним. И он видел, что это не поддельная вера. Но настоящее уважение старших было в этом Менщикове. Результат какой? Он зашел на самый верх в социальной лестнице. Он стал у него возглавлять, как бы, его армию и все прочее. Развитейшим человеком стал. Грамотным, образованным во всех тонкостях. Ведение боя, политики и все прочее. Представляете, Босяк, который вообще даже не знал, как пишутся буквы. Так раньше жили люди. Так и расслоения сильные были в обществе. Он вышел на самый верх в социального уклада жизни. Почему он просто умел верить в старших? У него было единственное качество, которое это сделало с ним. Все. Больше не нужно никаких качеств. Больше того, один астролог, серьезный астролог, приехал в Америку, чтобы давать людям вот это знание древнее, тонкости астрологии. Сейчас очень много людей гробят с помощью астрологии народ. И чтобы не гробить, он решил, имеют ли эти права люди слушать это знание или нет. И он задал только два вопроса. Он поднимал, начал людей и говорит, ты уважаешь отца, уважаешь мать, ты кланялся матери, кланялся отцу хотя бы в своей жизни. И они все говорили, нет, 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 нет. Он развернулся и ушел. Говорит, я не буду вам давать это знание. Почему? Потому что когда человек уважает отца или учится его уважать, допустим, не за что уважать, но он все равно хочет уважать. Он учится, он пытается искать хорошее в нем. Такой человек получает социальную силу. У него появляется возможность в жизни, что его старшее начальство будет уважать. Когда человек уважает свою мать, то он получает поддержку в виде женской энергии, в виде хорошей жены, хорошей дочери, а также любви жен правителей. К нему хорошо относятся, или старших. Понимаете, эта энергия уважения, она течет, сначала начинает через родителей течь. Потом она течет через старших на работе и так далее. Если человек это все имеет, ну как бы, допустим, у него нет этой энергии, то не будет и хороших отношений с властями. А если он победил себе эту судьбу, они налаживаются, эти отношения. И становится все нормально. То есть начинается все с отца. Вот, допустим, ты не любишь отца, значит, с властями будут проблемы. Все, там у тебя тяжелая карма. Прости отца, полюби отца, хорошо к нему относись. У тебя будут лучшие отношения с правительством. Так работают эти законы. Понятно? Продолжение следует...